Всем привет! На Олимпийских играх в Пекине состоялся долгожданный мужской марафон. Из-за погодных условий, мороза и сильного ветра организаторы пошли на беспрецедентное решение сократить дистанцию до 30 километров. Даже если еще точнее, то дистанция составляла 28 километров и 400 метров. Многие лыжные специалисты говорили, что и в таких условиях, которые были в Китае, можно было проводить марафон на 50 километров. Это же впервые в истории сократили дистанцию марафона на Олимпийских играх. Может быть я говорю на эмоциях, но по мне это полное наплевательство на великие лыжные традиции. Смешно, когда Клэба сказал, что если 50 километров пройдут в таких условиях, то он эту гонку не побежит. В итоге дистанцию сократили до 30 и Клэба вышел на старт. При этом даже не послушали те лыжные федерации, которые были против сокращения дистанции. Это, конечно, абсурд. Да, условия были тяжелые, но не настолько, чтобы кромсать олимпийский марафон. Но случилось то, что случилось. На первой половине дистанции было несколько попыток от норвежцев и французов убежать, но Большинов постоянно ликвидировал возникающие просветы. Йоханнесу Клэба такой темп оказался не по плечу и костячки 14,2 норвежец отстает от лидера на 15 секунд и дальше резко он стал терять секунды от лидирующей группы. На второй половине дистанции Крюгер создавал попытки уезжать от группы. Но на страже, как всегда, был Александр Большинов. Ну а после третьего круга к 20 километрам сошел с дистанции Йоханнес Клэба. Такие условия не для норвежца, который к тому же и траванулся за день до гонки. Зато такие условия для Большинова, который на последнем четвертом круге разделался гроссмейстерски со своими соперниками и в блестящем финише Александр Большинов одерживает победу. Второе место еще за одним россиянином Иваном Якимушкиным, который все же смог зацепить при всех своих проблемах олимпийскую медаль. Норвежец Симен Крюгер был опасен на всем протяжении трассы и в итоге смог занять третье место. Двойной успех российской команды. И пусть бессовестно сократили марафон, но Александр Большинов в любом случае становится королем лыж. Две победы на самых длинных дистанциях. Браво, Александр, настоящий король лыжных гонок. Также отмечу, что прекрасно сработали лыжи. Российский сервис сегодня – это просто сказка. Настоящий командный успех. Всех поздравляю с таким прекрасным завершением мужских лыжных гонок. Пишите ваши впечатления в комментариях от этой гонки. Спасибо за внимание. Всем лыжи. Пока-пока.